В 96-м году я работала в Жургеневке, как называется, Казахская Национальная Академия Искусственной Жургенева, и мне повезло, я вела этот свой курс, 96-й по 2000-й киноведческий, это мой единственный киноведческий курс на русском языке, и, конечно же, мы только открывали кафедру истории и теории кино, это такое время, когда особо ответственность за то, что ты, мы открываем свою новую киношколу, казахстанскую, национальную, и, конечно, я хотела сдать в полный объем и историю кино, и видение, и обучить людей, ну, каким-то знанием, которое ты получал там во ВГИКе, и, конечно же, своя мастерская, научить писать, и начинала у нас человек 12, закончила 7, и, конечно, вот каждый человек для меня был очень дорог, в профессии осталось только трое, но, тем не менее, конечно, это время, я помню, очень хорошо, потому что это время, когда ты был молод, горел, и хотелось вот передавать знания. Ну, разное было время в том плане, что, да, это Жургеневка, но там нет отопления. Ты идешь, одеваешь вот такие вот, и у меня были мужские ботинки с такой прокладкой, кофту, пиджак, пальто, и вот стоя, просто сидеть было холодно, ты 5-6 часов читаешь лекции. А потом началась программа телевизионное кино «Стремя Н». Я помню, что, значит, лекции, потом ты идешь пешком, покупаешь где-нибудь пирожки и чай, потому что у тебя на монтаже режиссер, видеинженер, значит, ты сам обмонтируешь до часу ночи, и вот это весь твой, так сказать, обед и ужин. И, конечно, это был шок, потому что холодно, ну, по-своему, было одно, конечно, было тяжелое время. И на контрасте, вот я в 97-м году перешла работать в фон Сороса, и когда я пришла в офис, где тепло, где, оказывается, нужно переодеваться в туфли или там что-то такое офисное, и выяснилось, что у меня нет никакой, так сказать, офисной одежды, и что можно пить чай и кофе, так сказать, бесплатно на протяжении дня, и что перед тобой вообще компьютер с имейлом, интернетом, телефоном, и ты можешь работать в человеческих условиях, конечно, это был шок, потому что казалось, что вся страна на самом деле была в холодных и в голодных условиях. Удивительная вещь произошла в казахстанском кино, потому что в советское время у нас было как бы количество, ограниченное количество единиц, 5-6 единиц, то есть всего, ну, это как-то так, я не знаю, может, это была система сдерживания, может, такая была плановая система финансирования, то есть в год в Казахстане снималось 5 игровых полнометражных и там парочку телевизионных. Ну, представляете, а потенциал-то больше, вот на начало 90-х у нас было порядка 40 действующих режиссеров, особенно вот «Новая волна», да, там, целая группа закончила, до этого кто-то индивидуально сует и так далее, то есть 40 человек, которые готовы снимать. И вдруг наступила вот эта эра свободных экономических отношений. Появилась студия «Катарсис», где Макс Моглов запускал всех подряд с удовольствием, появились как бы другие частные студии. И вот начала работать эта модель свободного рынка, что почти каждый режиссер стал как бы продюсером, открыл свою студию. На начало 90-х годов у нас было 26 частных студий. Ну, когда, там, скажем, в конце 80-х только одна государственная. То есть это 26 студий снимали кино. На самом деле, по вот этому всплеску кино в начале «Независимости», по количеству студий было больше даже, чем сейчас. Потому что, ну, вот я говорю, каждый режиссер пошел в банк к своему знакомому, другу, еще куда-то, к каким-то людям, у которых есть деньги, начал снимать кино. У кого-то ушло на это год, у кого-то два, кто-то смог завершить, кто-то нет. Но абсолютный бум был и в 1991, и в 1993 году у нас было по 15-16 фильмов в год. А так? И этого тоже не хватит, Фара. Сколько тебе нужно? 120 тысяч. Даже если я продал это кафе, у меня столько не наберется. К 98-му году происходит спад. Почему? Потому что вдруг банки и все остальные инвесторы поняли, что кино-то денег не зарабатывает, система кинотеатров-то разрушена, продавать некому, некуда. И все картины получаются, так сказать, либо для фестиваля, либо, так сказать, для узкого круга людей. И прямо начали не то, что класться на полку, а где-то под залог в банк, где-то что-то еще. Ну, в общем, картин было снято много, их почти никто не видел. Телевидение еще не покупало, фильмы, ну и сейчас особо не покупают. Но факт то, что вот этот всплеск, он закончился уже к 98-му году. И к 2000-му было почти падение. По-моему, одна картина в год снятая, по-моему, Сирикой Мопробовым. Тогда, когда в кино шел вот этот провал, появился перекресток. Конвертик забыли. Это не мой конвертик, мне чужого не надо. Где своего вернуть? Вот и возьмите свою тысячу. Еще одну сверху с прибыли. Опять шутите? Чистая правда. Вы знаете, это невероятный проект перекресток. Это английская компания Портабелла, которая решила сюда привезти их как грант, по-моему, то ли Хабару, то ли на базе какого-то телевидения, хотя это было сначала на базе казахфильма, потому что там был павильон и так далее. Они привезли вот эту технологию. Когда говорят технологии, это не только полы, это не только специальный вагончик, это не только камеры, свет, декорации. Мы, когда говорим технологии, мы имеем в виду только технические технологии. Но это прежде всего технология съемки сериала вот такого длинного, по-моему, 400 серий. До сих пор эта технология не восстановлена. Мы обладали этой технологией, Россия не обладала. Мы были единственной страной по советскому пространству, которая обладала технологией съемки вот такого сериала, по-моему, за два дня одна серия. На высочайшем профессиональном уровне. То есть что значит технология? Сначала приехала там, по-моему, Мария, ну, приехал менеджер, там, два-три человека. Они делали такую разведку. Ну, в смысле смотрели, кто из специалистов может работать, как сценарист, режиссер и так далее, набирали группу. Потом, по-моему, полгода или больше шел обучающий процесс. То есть учили, что такое Storyliner, учили, как серии. Учили редакторов, учили художников-постановщиков, учили весь состав операторов, как работать там со звуком, с буллом, с камерой и так далее. И вот это, по-моему, год ушел только на технологии. И только через год это начало сниматься. Но зато мгновенно все улицы города, ну, и не только города, а всего Казахстана, опустили на музыку, значит, когда звучала музыка, вот сериалы «Перекрестные». Потому что люди, которые уже привыкли смотреть много серий «Санта-Барба», там, «Рабыни-Изаур» и так далее, они вдруг поняли, что, может быть, история, рассказанная про нас сегодня, сейчас, ведь все бралось-то вот из нашей реальности, из нашей жизни. Семьи, сложности, проблемы, там, малый бизнес, большой бизнес, любовь, там, мелодрама, семейные взаимоотношения, плюс это казахские истории, плюс это интернациональные истории, плюс это молодежь, разные поколения, великолепные актеры. То есть нам повезло с «Перекрестком», потому что это сразу было на высочайшем уровне. То есть вот я считаю, что феномен «Перекрестка» еще не повторен. Ни технологически, ни по качеству, ни по технологиям. А что это дало обществу? Обществу это дало стабильность. Людмила Марковна, гляньте, какой тортик мы с Розой вам купили, а? Люся, это такой утешительный приз, чтобы настроение поднять. Потому что нет ничего более важного, чем ощущение, что не ты один барахтаешься в своих проблемах. Не ты один стоишь у киоска за пирожками и разовым чаем. Или покупаешь яйца в розницу, или стоишь в молоке в 5 утра, занимаешь очередь, что купить подешевле, не покупать на базаре и так далее. А что в принципе, ну конечно, в сериале это было более смягченно. В принципе, вот такие же как-то люди, вот как-то живут, выживают, и благодаря этому все спокойно. У меня вообще вот ощущение, что кризис, вот этот мощнейший, и прежде всего внутренний человеческий кризис, он подошел к концу где-то к 98-му году. Почему? Что такое кризис? Это боязнь жизни. Это боязнь, что завтра не будет денег. Это боязнь, что завтра не будет возможности учить детей, лечить, кормить. Это же вот прежде всего ощущение, что ты не, ну не удержишь ситуацию. А в 98-м году наступила весна, и вдруг, как мне показалось, женщины сняли пальто, и я увидела огромное количество беременных женщин. Я говорила своим друзьям, слушайте, мне кажется, или действительно стало много беременных женщин. Сейчас уже есть такой термин, да, вот мы сейчас как раз выходим из этой ямы демографической, когда люди боялись рожать. То есть, по-моему, вот с 91-го или 2-го года по 98-й была вот эта демографическая яма, когда люди от страха, то ли надо уезжать из страны, то ли как бы будет работа, не будет, будет зарплата, не будет, люди боялись. И в 98-м году, вот мне кажется, вот эти беременные женщины, это вот некий знак того, что, ну, бог с ним, прорвемся. Рожать-то все равно надо. И мне кажется, нет более важной, может быть, составляющей вот в сознании человека, чем влияние, ну, мы говорим, кино, искусства, да, ну, в данном случае вот сериала «Перекресток», потому что он дал ощущение стабильности. Безусловно, самым важным, наверное, событием вот этого периода это был для меня международный киносестиваль «Евразия». 98-й год. Не я одна, а многие вообще, как бы, приехавшие гости и организаторы говорили, боже мой, вот в те годы проводить киносестиваль, это было вообще убийство, потому что кинотеатры развалены. Собственно, киносеть восстановилась только к 2005 году. На тот момент это гаражи, салоны, автомобили, это какие-то склады. То есть кинотеатров нет, есть только видеосалоны. То есть даже где показывать, хорошо, вот тогда был, вообще работал Арман, нет, правда, работал и целильный, и Аллатал, то есть и Сарарка, все. То есть мы показывали по всем советским кинотеатрам, но это было чуть ли не в каждом кинотеатре был маленький ремонт к фестивалю. Гостиницы, их тоже нет. Того уровня, к которому мы сейчас привыкли. Ну вот хорошо, гостиница, значит, Казахстан. Значит, гостиница Казахстан, фестивальный центр, в Армании показы, во дворце, значит, республики, открытие и закрытие. Ну, вы знаете, это было такое единение сил киношных, художественной интеллигенции. Сетка Субарь замечательная на тот момент директор кинофестиваля. Даже костюмы были пошиты какие-то для работников. Все были в юбочках, в пиджачках, все волонтеры были одеты, то есть флаги и все и так далее. И он был, самое главное, он был первый международный. До этого проводился в 80-е годы в Алмате всесоюзный. Понимаете, вот разница в том, что всесоюзный охватывает только советские республики. А международный с названием Евразия он охватывал весь континент. Фактически программным директором тогда был Кирилл Разлогов. Он собирал шикарную программу. Я помню, у Такеши Китана был, фейерверк и мужской стриптизкой картины Актана Абдукалыкова, картина «Бишкин пир» получила гран-при. То есть конкурс был супер. И все ехали вообще в Казахстан. Я помню, кто-то из актеров вез с собой воду питьевую, потому что ехали неизвестно куда и думали, а вдруг не будет Майкл Йорк, не будет воды. Представляете? И тут, значит, совершенно замечательная страна. И люди удивлялись тому, что гостиницы разваленные советские, что кинотеатры советские, еще плохо работающие. Но тем не менее фестиваль есть, программа хорошая, встречаясь по-настоящему, к каждому вниманию, настоящие пресс-конференции, настоящее обсуждение, хорошее жюри. То есть великолепная, так сказать, культурная программа, замечательное открытие. Жанат Байдаралин делал хореографию и вся эта концепция со стрелой, которая как бы складывается в колчан. То есть когда музея, значит, поют, пушки молчат. Это была идея. То есть он делался на 100%, я не знаю, как настоящий международный кинофестиваль. Вы знаете, мне кажется, 90-е годы сформировали вектор развития нации, народа, страны, государственности. Не будем говорить общие вещи, вот тот же киностейл «Алевразия», когда в какой-то момент стало понятно, что здесь, в Казахстане, сейчас показываются те же фильмы, которые вот месяца два-три назад были в Каннах, или там в Венеции, или в Карловых Варах, и что сюда могут приезжать Пьер Ришар, Майкл Йорк, Катрин Денёв и так далее. Это же, знаете, так как, ну, непонятно, что границы открылись, но у не всех же есть возможность ездить в Канны, да? А когда вдруг ты можешь прийти на площадь и, я не знаю, потрогать эту звезду руками, то, конечно же, это крышу сносит. Я помню, у нас была встреча со Стивеном Сигалом. Плохо сработали по рекламе. Я буквально чуть ли не стояла там около памятника и говорила людям, заходите бесплатно во дворец, там с Стивеном Сигалом идёт встреча. Люди смеялись. Я говорю, ну, серьёзно, там людей немного, то есть, ну, вот мы стояли и зазывали, потому что, ну, плохо сработала реклама. Представляете, а вот это вот, как бы, люди вошли, потом говорят, ну, надо же, Сигал, он вёл там полуторачасовую встречу со зрителями, он устал, он даже попросил, как бы, такой высокий стул, чтобы можно было общаться дальше. Счёт первой игры 8-0. То есть, мир приблизился к нам, то, что сегодня происходит, и мы смотрим, встречаем здесь, там, мировых звёзд эстрады, там, музыки классической, театральной, я не знаю, оперных певцов, то, что сюда приезжают звёзды, это всё, как бы, сегодняшняя жизнь. Вот в 90-е годы, мне кажется, во многом, как бы, вот стало понятно, куда мы движемся, закрытая страна или открытая, демократичная или нет, доступная или нет, открылись ли двери по-настоящему или нет. Вот, мне кажется, в 90-е годы они и в кино были удивительными, они были вне цензуры, вне каких-то запретов, и, в общем-то, финансирования было маловато, но, тем не менее, было очень много и свободы, и такого, как бы, предпринимательства в сфере кино. Я не знаю, ну, вот, вернуло бы, наверное, вот, то ощущение свободы, какой-то такой лёгкости, наверное, которая была в то время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...